всем привет за фильтрованные новости что бросилось глаза сегодня как только я включил телевизор это топовая новость у нас она уже по моему неделю уже мельтешит по всем каналам и в интернете значит тюрьма приютила кого-то подростка и вот сейчас значит государство обеспечило его жильем и крутят это постоянно и почему я цепанулся зацепила меня эта новость потому что это челябинская область с детьми сиротами сталкиваюсь регулярно и я знаю как у меня прям бедственном положении и насколько они живут но просто меня иногда подбешивает потому что ребята приходят на тренировку могут прийти оставить там какие-нибудь свои дорогущие новые кроссовки две недели они валяются в них спрашиваю я уже новый купил я думал я потерял и я уже рассказывал неоднократно я айфончиками играю из их нефти вот этих вот пока они там тренируются я в них запрещаем во время тренировки ну так вот это бедные несчастные я не стал вникать но насколько я понял четыре года он уже отрубил значит я не знаю что за совершение за преступление надо было совершить чтобы четыре года лень честно было я просто вот сам факт что вот это вот лабуда которые сейчас пытаются рассказать бедные несчастные сироты они ничего не получают они в таких в таком шоколаде сейчас плавают но это не жаба и я просто хочу сказать что государство выращивает трудней просто конченых трудней и я вам хочу сказать что вот все с кем я сталкивался по детским домам они в тюрьмы не идут потому что они даже воровать не умеют они ни хера ничего не умеют но они ничего не хотят вообще максимум это они идут дворниками это они идут там кондукторами в трамвае работать в трамвайной парке вот это максимум на что они способны ни хера ничего не хотят делать не хотят учиться не хотят работать ничего не хотят но при этом государство такие дикие льготы им предоставляют в института они идут бесплатно год отучатся уйдут в другой институт пойдут. Больше 20 тысяч идёт стипендия на госбюджете. В бюро по трудоустройству сейчас я не знаю, но вот ещё год-два назад по 28 тысяч они получали 6 месяцев. После выхода, после окончания из детского дома выходят, они идут в какой-нибудь прикормленный какой-нибудь колледж, который там выпускает, просто раздаёт, дарит эти дипломы каких-нибудь каменщиков, там, столяров каких-нибудь, табуретки их там научат, камень класс научат и всё. Ни черта они не хотят делать, ни черта не хотят, не умеют делать. А здесь человек совершил какое-то преступление, потом, видимо, кто-то ему подсказал, но, по всей видимости, жильё им дают всем. Это с гарантией. Вот я прям всё вижу это. Может, где-то в каких-то деревнях, где-нибудь там, в каких-нибудь таких заброшенных интернатах. Но когда начинают говорить, давайте, им надо помогать. Ребята, вы не понимаете. Им не надо помогать, им не та помощь нужна. Им другая помощь нужна. Им нужны коллективы, им нужны мужики, которые будут рассказывать, которые наставлять будут личным примером. Не бла-бла-бла, хотя преподаватели, конечно, молодцы у них. Они тренируют, они их занимаются с ними, они обучают их, они что-то им дают. Замечательно. Но выходят на выходе трудней. Ни которые ни хера не хотят делать. Они присасываются везде. Присасываются к церквям, присасываются к баптистам, присасываются к каким-то этим всевозможным голландские вот эти вот, как они там называются-то, господи. Хрен с ним забыл. Приходят, просто помогают. Просто которые что-то дают. Им нужны люди, которые что-то дают. Больше им ничего не надо. Сами давать они не умеют. Их никто этому не учил. И поэтому, когда мне показывают эту лабуду, что человек отсидел, а сейчас ему до декабря еще сидеть, еще сидеть до декабря. Ну, наверное, он выйдет по УДУ. Я не знаю, что за преступление, если несовершеннолетними четыре года дали. А потом его кто-то научил. Слышу, у тебя жилья нет? Ты скажи, что ты из-за жилья совершил преступление. Ну, это развод лохов. Причем его закрыли. Теперь ему дали, не выходя с тюрьмы, где-то здесь он в Челябинской области сидит, ему дали жилье. И теперь по всем ящикам, это я сейчас смотрел по НТВ, показывают, что ему нужно собрать, вот он сейчас выйдет, и ему нужно обеспечить бытовой техникой, мебелью. Их всем обеспечивают, сука. Им все дают. Они заходят в эту квартиру, там уже стоит компьютер. Они садятся за этот компьютер. И потом, когда все дотации заканчиваются, когда государство, когда им уже 18, 19, 20, многим сейчас уже по 22 года, они сидят, сука, и в этом компьютере играются. Они идут, покупают на свою пенсию, которая им положена, там, покупают мешок макарон, жрут эти макароны, из дома не выходят, работать не хотят. Вот. Что я вам хотел сказать. Не ведитесь на ту хель, которую рассказывает вам про детей-сирот. Все это, я извиняюсь за мат, пиздеж. Всем пока. Это были фильтрованные новости. Нифига, я утро начал. У меня сын просто сегодня дембелизовался, мне пришлось в 6 утра вставать, ехать, встречать его на вокзал. Поэтому я не выспавшись, а потом еще пару часов поспал. Наверное, поэтому я такой недобрый. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok